В Карелии, в старинном поморском селе Керри, для всех православных состоялся настоящий праздник. Здесь провели литургии в сослужении сразу трех епархий – Мурманской, Североморской и Костомукшской. Добраться до заброшенного поморского села, где жил и служил чудотворец Варлаам Керецкий, сегодня можно только так. Паломников такие трудности не смущают. Лидия Карпова из Апатитов давно мечтала побывать в этих святых местах. Я сейчас ехала, пока читала про Варлаама. Я думаю, что вот эта поездка, она стоит того, чтобы побыть в тех местах, где побывал этот человек. Это не просто поход, это не просто экскурсия. Это больше, это работа души. Старинное поморское село Керить. Его история начинается с 15 века. Когда-то здесь добывали жемчуг и слюду. Важнейшим промыслом поморья было и солеварение. В Керите работало около 50 соляных варниц. В 30-е годы был организован рыболовецкий колхоз. Тогда, в те времена, здесь появились школа, больницы, пекарня, а еще библиотека и поселковый клуб. Своё существование село прекратило в 60-е годы. Сегодня же здесь сохранились лишь несколько домов и часовня. Возглавил праздничную литургию митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан. Богослужение было посвящено второму обретению мощей одного из самых почитаемых святых Кольского Заполярия и Карелии, Варламу Керецкому. С богохранимой паствы, да, поменяет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Богослужение состоялось перед часовней Георгия Победоносца. Она была построена 20 лет назад на месте сгоревшей старинной Георгиевской церкви, в которой находились мощи преподобного Варлаама. В том пожаре они уцелели, но потом были утеряны для церкви на много лет. Второе обретение святых мощей состоялось уже в наши дни стараниями митрополита Митрофана и при участии компании «Фосагра». Драгоценный ковчег с частицами мощей преподобного Варлаама при содействии благотворителей, в том числе кировского филиала акционерного общества «Апатит», удалось выкупить и отреставрировать. Компания «Фосагра» поистине является православной компанией. Мы очень много делаем именно по духовной составляющей, по воспитанию и молодежи, и населения Кировско-Апатитского района, да и не только Кировско-Апатитского, мы появились здесь в Карелии. У Владыки была такая идея, и эта идея смогла воплотиться в реальность благодаря компании «Фосагра», а именно Андрею Юрьевичу Абрашитову, который поддержал Владыку в этом начинании, чтобы мощи, которые также при содействии компании были выкуплены у коллекционеров. Вот уже второй год подряд Владыка Митрофан привозит драгоценный ковчег со святыми мощами на богослужение в Кереть. Во время литургии ковчег пребывал в алтаре, а после был вынесен для поклонения. Думаю, что это дело угодное Богу, очевидным образом, и этот святой, которому мы здесь поклоняемся, его памяти, этому месту, он действительно очень велик, значит. И иначе бы не было такого отклика у людей, потому что это невозможно сделать искусственно, никто не поедет, но народ сюда тянется, и это какая-то новая страница перед нами, открывается жизнь этого места. Не может укрыться святыня, она не может укрыться, она должна быть явлена всем людям. На душе такая радость, но она тихая, и очень хочется ее сохранить. В нашем мире сейчас, когда очень много такого всего нестабильного, хочется все-таки обращаться к нашим корням, к тем людям, которые сохранили нам этот край. Своей искренней верой, и Варлам Керецкий, один из таких святых, наших кольских святых, которого мы должны знать. Очень благодатное место, намоленное, очень хорошо. Приехали сюда, думала, службу, наверное, не смогу выстоять где-то. Нет, я нигде не присела, я стояла. Вы знаете, сейчас усталость умение. Очень такое необычное, душа поет, так скажем. Причистая ты, Дева, святая, А и где ж ты ночисть ночевала? А и где ж ты почисть ночевала? В этот раз до Карельской глубинки добрались более сотни паломников из Мурманской области, Белгорода, Кавказа. Фольклорный ансамбль «Белозерья» добрался сюда из Санкт-Петербурга. Исполнил старинные песни жителей Поморья. А Кира Моисеева приехала из Пятигорска, преодолела почти 4000 километров. Но это, говорит, того стоило. Север всегда привлекал, особенно южных людей. Все едут на Черное море, мы решили поехать на Белое. Мы целенаправленно ехали к Варламу Керецкого, когда мы узнали о таком великом святом на Севере. Мы просто не удержались. Собрались, причем очень быстро. Мы собрались единым духом. После богослужения владыка Митрофан обратился с приветственным словом к паломникам, провел проповедь, после состоялась полевая трапеза. А уже вечером митрополит Мурманский-Мочегорский провел богослужение в Апатитах, в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Ответ держать, Господи помилуй.